Сегодня мы учимся в Лилю Нишмат Муро Монашед, Микра Мишах и Хасов и Мурат Бурхов. Наш дорогой Дяд Фима Муро Ихрай, где Дяд Фима? Вот. Видите, я так могу. Сегодня, вот, мы, как вы видите, Иушко делаем по-другому. Сегодня мы будем делать Деврету Роль-Лецию, потому что тет Лиза в очень и очень тяжелом состоянии. Все знают, что у него очень тяжелое состояние. Сегодня исполняется сколько лет? Семь лет. Я не знаю, какую тему вы хотите, чтобы я затронул, какую тему вы скажете, я рад буду, любую тему. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот, женщина задала вопрос, если когда говорят, Хадиш, надо вставать или нет. Ашкеназы, когда слышат Хадиш, сразу они встают. Потому что они говорят, сейчас мы воспаляем Бога, ты должен стоять из-за уважения к Богу. Но у нас, мы не следуем этому мнению, если есть Хадиш, человеку нельзя менять свой статус. Кто сидел, должен продолжать сидеть. Кто стоял, пока половина Хадиша он не услышит, да, Мирамбанма, ему нельзя садиться. А если, например, мой папа читает Хадиш, я должен встать или нет? Если ваш папа разговаривает, вы должны сидеть или стоять? Вы дома сидите, папа говорит, вы будете всегда вставать? Некоторые люди, на самом деле, когда папа разговаривает, они стоят. Если папа их говорит Хадиш, они встают. Не обязательно этого делать, и мы даже это не рекомендуем. Поэтому, когда Хадиш говорят, не надо вставать. Давайте мы будем говорить на разные темы сегодня. Сегодня мы будем говорить на разные темы. Нет одной темы для того, чтобы вам не было скучно. Ко мне обратился один человек, ему на днях исполняется 83 года. Может быть, уже исполнилось. Он говорит, Рабай, мне исполняется 83 года. Я не знаю, кто это был. Я не знаю, кто это был. Я не помню. Он сказал, Рабай, мне 83 года. Я должен заново бармицу делать или нет? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Почему? Потому что Бог дал человеку 70 лет жизни. Он говорит, мне исполняется 83. Я заново бармицу должен делать или нет? Потому что Бог мне 13 лет подарил. Он должен заново бармицу делать или нет? Почему-то Он у меня не спросил, если надо обрезание заново делать. 13 лет до этого. Ну, это другой вопрос. Во-первых, то, что люди говорят, что Бог дал человеку 70 лет, это неправильно. Потому что в Торе написано, что раньше люди жили очень долго. Написано, что Адам прожил 900 лет, другой прожил 800 лет. И некоторые люди говорят, что раньше числа были совсем другие. На самом деле это неправильно, потому что почему Тора вдруг должна числа поменять? Почему во время Адама 930 это значит 93, а когда написано, что Моисей прожил 120, получается 12 лет. С каких пор вдруг Тора поменяла? Там другие числа, здесь другие числа. В Торе не написано, с этого момента впредь мы будем говорить по 24 часа. Не написано так. Написано все одинаково. Бог говорит за то, что люди живут очень долго. Я вижу, что они очень и очень много гордые. Я поставлю крышу. Человек, он должен жить сколько лет? 120 лет. Когда люди говорят, что человек живет 70 лет, это только говорится про Давида Мелеха. И поэтому не надо говорить, что человек, Бог ему дает 70 лет, остается все подарок. Не надо жадничать. Пусть люди живут, наслаждаются жизнью. Во время Александра Македонского люди жили в среднем сколько лет? 28 лет. Потом люди стали жить 33 года. Потом дальше и дальше. Сегодня по всему миру сколько лет люди живут? По всему миру. Это зависит, где вы живете, в какой стране. Но если все полностью... В Нью-Йорке, например, мужчина живет 78 лет, в среднем женщина 83-84. Но по всему миру это 67.2 года. И этот номер растет и растет. Вот здесь сидит профессор Мурдакхаев. Его сын занимается этим. Я считаю, что молодец, мощный. Кроме того, что вы, Мурдакхаев, очень много сделали и делаете полезного. Сегодня есть такая система, называется stem cells. Что такое stem cells? Ребенок находится в животе мамы. Его окружает оболочка. То, что мы называем это плацента. Сегодня они эту оболочку не выбрасывают, а замораживают. На 70 лет, на 60 лет, на 80 лет. Когда этот человек, он растет и стареет, его клетки вымирают, может даже быть кенсор. И они выносят клетки из этого плацента, который он был в животе мамы. Не могут они мою использовать или его. Каждый человек должен использовать его, потому что это его ДНК. И они эти клетки обновляют. Это называется, повторяю, stem cells. И они говорят, что человек может прожить до 180 лет. И меня спросили, если можно это делать или нет. Это можно. Клонировать человека нельзя, потому что если преступник, его будут клонировать, он 10 таких, как он, сделает, потом иди, знай, кто из них был преступник. Но если это обновит клетки, это 100% разрешается. И на самом деле написано, что когда придет Машея, люди будут жить намного дольше, и поэтому к этому мы как раз таки и идем. Не надо говорить, что человек, он живет 70 лет. Я не помню, если я отвечал на наш вопрос, когда мы были в синагоге, здесь много гостей. Мы знаем, вот в Москве была передача по телевизору, у меня дома нет телевизора, но мне рассказали, что по телевизору задали вопрос в Москве. Если бы ты встретился с Богом, да? Но Бог везде находится. Если бы Бог сказал, я отвечу на один твой вопрос, какой бы ты вопрос задал Богу? Хороший вопрос. Вот если Бог скажет, сейчас я отвечу на твой вопрос, один вопрос ты можешь мне задать, я отвечу, какой вопрос бы вы задали Богу? Одна женщина, я знаю несколько женщин, не дай Бог никому, которые потеряли несколько детей. Женщина имела 9 детей, она пятерых похоронила. Она бы сказала Богу, почему бы забрал моих детей. Другой человек говорит, я бы спросил Бога, если моя жена мне была верна все эти годы, или она, не дай Бог, изменяла мне. Другой человек говорит, какие лотерейные номера? Бог сказал, скажи, пожалуйста. Но царь Давид у Бога задал один вопрос. Какой вопрос Бог ему задал? Когда я умудрил? Нет. Он правил. Где он меня умудрил? Нет, это царь Соломо. Это не вопрос, это просьба. А царь Давид сказал Богу, я хочу один вопрос, чтобы ты мне ответил. Сколько лет я буду жить? Если бы я был во время, вместо царя Давида, я бы, наверное, такой вопрос не задал. Почему? Потому что это неприятно знать, сколько лет вы проживете. Зоар Акадош говорит, человек не думает о дне смерти. Если мы только будем думать о дне смерти, мы не сможем функционировать, но надо вспоминать день смерти. Если, например, Бог скажет, ты умрешь в 2038 году, 3 февраля, например, еще 21 год впереди у этого человека, он сможет спокойно жить, он все время будет думать, 3 февраля 1938 год. Сколько осталось? Осталось 20 лет, столько-то месяцев, столько дней. А что будет со мной в этот день? Самолет упадет, или террорист тебя взорвет, или кто-то меня застрелит, он не может спокойно жить. Но царь Давид Богу задает вопрос, сколько лет я буду жить? И Бог говорит, Давид, я прошу прощения, я не могу тебе сказать, сколько лет ты будешь жить, потому что человеку не суждено это знать. Потом царь Давид говорит, а скажи, в какой день недели я умру? И Бог говорит, готовься, ты умрешь в субботу. И царь Давид, он все время в субботу изучал Тору, чтобы ангел смерти его не забрал. Если я сейчас говорю, Девре Торо, пока я не перестану говорить Девре Торо, ангел смерти не может меня забрать. Мы знаем, что царю Давиду сколько было суждено жить? Он должен был родиться, и через 3 часа умереть. Ему подарили 70 лет. В Хаббале спрашивается, может ли человек кому-то подарить свои годы жизни? Кто ему подарил? Адам Арешон. Когда Бог сказал Адаму, что он за то, что согрешил, не будет жить вечно. Вот, например, золото, там молекулы есть внутри. Они умирают или нет? Нет. Почему молекулы не умирают, а человек должен умирать? Если молекулы за собой не ухаживают, молекулы, они ничего не кушают, они не купаются, золото никогда не умрет. И, например, железо, да, может зажалеть, но оно будет стоять. Никогда железный стол не развалится, не рассыпется, а человек может упасть, умереть. На самом деле, так и человек должен был жить долго, но Бог сказал, Адам, ты проживешь тысячи лет. Я сказал, что ты в тот же день умрешь, а для Бога один день это тысячи лет, поэтому Бог сказал Адаму, ты будешь жить тысячи лет. А теперь Адам, он знал пророчество, он знал, что будет. Он видит, что родится мальчик, царь Давид, и он три часа проживет и умрет. А если он будет жить, он сделает очень много полезного. Он говорит, Бог, я вижу, что мой прапрапрапраправнук родится, три часа будет жить. Давид, почему я могу ему подарить немного своей жизни? Я хочу 7% ему подарить. Бог говорит, ты уверен, да? 70 лет, говорит, дай мне ему, и Адам ему подарил 70 лет. Это все знают. Давид Амелев знал, что ему подарили 70 лет, или нет? Если я знаю, если вы знаете, вы думаете, он не знал. Кто лучше Тору знает, я или царь Давид? Он или царь Давид? Кто лучше знает? Царь Давид триллион раз лучше, чем мы Тору знал. Но он знал, что он улет от Твыды. Да, он знал, что ему суждено было прожить три часа, и Бог, и Адам ему подарил 70 лет. Если мы знаем, вы думаете, он не знал, он конечно знал. В Кабале написано, что не Адам подарил ему 70 лет, а два других человека. Там написано 3, но я не вижу, как 3, 2 получается. Якова Вину не дожил 33 года, потому что он жаловался на судьбу. Иосиф не дожил 37 лет. Сколько лет они не дожили вместе? 70. В Гамара написано, что Иосиф не дожил 10 лет. Иосиф должен был прожить 120 лет, за то, что его братья сказали, наш папа твой раб, наш папа твой раб. 10 раз он это услышал. 5 раз на еврейском, 5 раз на египетском языке. Бог ему 10 лет убрал. Но Зор говорит, нет. Иосиф должен был, как и свой папа, прожить 147 лет. Он прожил всего лишь 110 лет, 37 лет не дожил. Яков не дожил 33 года. Иосиф не дожил 37 лет. Сколько получается? 70 лет. Это Бог подарил Давиду Амелю. Значит, Адам Аришон подарил 70 лет, а Кабалан говорит, нет. А именно, вот они двое подарили 70 лет. Давид Амелю знал об этом или нет? Что ему подарили 70 лет? А он знал. Тогда почему он у Бога спрашивает, сколько лет я буду жить? Первый ответ, который ваш покорный слуга считает правильным, потому что Давид Амелю сделал ошибку Батшева. Все вы знаете эту историю, что он послал человека на войну. Этот человек должен был заслужить смерть. Раньше, когда люди, вот, например, у вас есть царь. У вас есть царь. Вы знаете эту историю, да? Царь зашел. Я не встал перед ним. Он может мне простить или нет? Если, например, ваш папа зашел, и вы не встали, папа может сказать, я прощаю, не вставай. Если ваш учитель зашел, вы не встали, он может прощать учитель. Но если царь еврейский зашел, сегодня царей нету президента, и применение, это не считается царем. Если царь зашел, и вы не встали, он может, не дай Бог, человека убить, и он не имеет права прощать. Чтобы царя все боялись и уважали, и не говорили, что им хочется по интернету, или сзади него. Царь, он должен быть строгим, чтобы люди не сделали, что хотели. Когда царь Давид был царем, этот человек, Урьяхитий, он сказал возле царя Давида, другого человека, он говорил, господин, 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 возле царя нельзя никого называть господин. Если вы возле царя кого-то называете господин, этот человек заслуживает смертную казнь. Царь Давид говорит, я его убивать не буду. Если Бог хочет, чтобы он умер, тогда, тогда что? Он умрет. Я его пошлю на войну, все вы видели фильм «Штрафбат», я не видел, но я представляю, что там было. Фильм «Штрафбат». Штрафбат еще был во время царя Давида. Он сказал, отправьте его на войну. Этот человек, его отправили на войну, и раньше, когда человек шел на войну, он своей жене писал «Гетт». Дорогая жена, если они придут до 5 февраля 2019 года или 18 года, не имеет значения, если я до такого-то числа не приду, ты уже считаешь, что разведенный, и чтобы они не знали, может быть, его взяли в плен. Иногда человек без вести пропал, иногда человек, мы не знаем, где он. Поэтому, чтобы она вышла замуж, если он до такого-то числа не вернется, она считается уже свободной женщиной. И он написал «Гетт». Женщину как звали? Батшева. Батшева. Он написал ей «Гетт». И на самом деле он погиб на фронте. И Давид Амелев женился на ней. Люди сказали, вот почему. Вот почему он его отправил на войну, потому что он же на нее смотрел. Вот почему. И потом к нему пришел пророк. Пророк его звали Натан. Он говорит, «Давид, у меня есть один очень сильный вопрос, серьезный разговор. Что случилось? У нас в городе один богач есть, у него во дворе есть козы, бараны, разные коровы, у него много-много есть животных. И к этому богачу пришел майор города. И он хочет этого майора сделать шашлык, накормить. Он взял к своему бедному соседу, пошел там во дворе, у него была овца. Он эту овцу своровал, зарезал и этого майора города угостил. У него самого там много есть баранов, коз. Как ты думаешь, что надо с этим человеком сделать? Что сказал царь Давид? Бен Маведху. Его надо сейчас же убить. Он говорит, шалом алейхием, дорогой Давид, это ты. Э, почему я? У тебя 17 жен есть. Царю можно иметь 18 жен. У тебя уже 17 жен есть. А ты что сделал? Этого еврея отправил на войну и взял его жену. Люди скажут, что ты его отправил на войну не потому, что он возле тебя называл кого-то господин-господин, а потому, что ты хотел на его жену посмотреть, поэтому ты его отправил. Поэтому ход даже Давида Амелих он сделал, который говорит, можно, потому что он гет дал, но все равно нельзя человеку делать так, чтобы люди о нем говорили за его спиной. Однажды одна молодая женщина, не буду говорить, красивая, некрасивая, говорить, что она красивая, одна молодая женщина говорит, excuse me, do you know where is Main Street? Вы знаете, где находится улица Main Street? А я как раз туда иду 25 минут ходьбы. Я говорю, да, я иду туда. Она говорит, я могу пойти с вами, чтобы показали вы дорогу? Я говорю, можно при одном условии. Держите от меня один блок, от меня держите дистанцию. Почему? Если рядом со мной будете ходить, тогда люди что сделают? Начнут фотографировать, скажут, урабай, появилась girlfriend. Они не знают, что я вам показываю дорогу, я на вас не обращаю внимания даже. Чтобы не было подозрения, поэтому Тора говорит, даже если Бог знает, что ты прав, нельзя человеку делать так, чтобы люди подозревали его. Потому что Бог не любит, когда кто-то кого-то подозревает. И вот Давид Амелех, я считаю, что он знал, что ему подарили 70 лет, но он думал, Бог, сколько лет я проживу? Может быть, за то, что вот такие слухи про мне плохие есть, это хилюляшем, ты мне укоротил годы на 20, на 10. Вторая причина, почему он у Бога спрашивает, сколько лет я проживу? А может быть, я проживу 140 лет, он думал. Отсюда Давид Амелех подарил мне 70, Адам Аришон подарил 70 лет, еще они оба подарили по 70 лет, что получается? 140, поэтому он думал, может быть, я на самом деле проживу 140 лет. Перед тем, как я продолжу, вопрос есть у кого-нибудь? Any questions? Да любые темы. Идем дальше. Вам это интересно или нет? Адам говорит по мне про... Если Якова дал ему свои годы, то мнение, которое считает, что не Адам дал, они говорят, что Бог сказал, в этот же день ты умрешь. Как он может прожить целый день тысячи лет? Это же не считается в этот же день. В этот же день означает, чтобы он не дожил полностью эти тысячи лет, поэтому должен прожить меньше. Они считают, поэтому не Адам ему подарил 70 лет, а они оба, потому что Адам должен был умереть внутри тысячи лет. Это значит, не дожив тысячи лет, внутри этого дня. Один день для Бога это тысячи лет, поэтому он должен был не прожить целые тысячи лет. Господин Эдуард задал мощный вопрос, можно ли Равину или другому любому человеку иметь две жены одновременно или нет? Семь лет тому назад ко мне позвонил один бухарский еврей из Вашингтона, он говорит, Рабай, я хочу, чтобы вы меня обвенчали, я хочу, чтобы вы у меня сделали хупа. Первый вопрос, который я задаю, это первая женитьба или вторая женитьба? Что он ответил? Вторая. Я говорю, был женатый, это вторая женитьба. А, был женатый. Был женатый. Сверхтура, мой вопрос, а вы ей гет дали? Она гет взяла? Он говорит, нет, я ей никогда гет не дам. Пусть она умрет и она больше никогда не выйдет из дома. Я ей отомстил, я ей никогда гет не дал. Мы должны знать, что по Торе можно иметь две жены, да, по Торе можно иметь две жены, но Бог говорит, я разрешаю мудрецам смотря на ситуацию делать постановление. Я даю мудрецам силу, чтобы если они видят, что народ портится или что, чтобы они сделали постановление. Тысячу пятьдесят лет тому назад во Франции проживал один рабай, его звали Рабину Шемшон Маурагула. Он сказал, давайте мы соберем мудрецов и сделаем два постановления. Первое постановление на пятьсот лет нельзя человеку иметь одновременно две жены, а если он одновременно будет иметь две жены, с ним здороваться нельзя, с ним его нельзя на свадьбу приглашать и так далее и тому подобное. Он ашкеназом, ни бухарским, ни марокканским, ни еминским, никому, только ашкеназом. На пятьсот лет он что сделал? Он постановил, что нельзя иметь две жены. Почему? Потому что люди немножко, они стали уже, характер поменялся, у них намерение может быть нехорошее. Почему он должен иметь две жены? Одна на кухне, одна на спальне, это нехорошо. А на самом деле он другие причины имел, почему две жены нельзя, потому что мы считаемся для Бога женой. Если нам нельзя иметь две жены, тогда и Богу нельзя иметь две жены. Бог не может сказать, кроме евреев, я еще этот народ хочу присвоить и назвать своим народом. Поэтому он не только нам запретил две жены, Бог говорит, я должен слушать мудрецов тоже, я должен исполнять Тору тоже, поэтому Бог тоже не может иметь две жены. Пятьсот лет прошло, это было тысячу пятьдесят лет тому назад. Ашкеназа обратно этот закон что сделали? Обновили и остановили. Теперь, есть, например, человек, он хочет иметь две жены у Ашкеназа, он должен у жены взять разрешение, она должна сказать, зачем ты меня держишь, я ничего не могу сделать, я болею, я парализованная, я даю себе разрешение идти и жениться. Он должен пойти к сто рабаям, не простим самозванцам, сто, это которых дипломированных рабаев, и он должен сказать, дорогой рабай, вот у меня жена, она парализованная пять лет или три года, ничего она не может делать, она мне дает разрешение, я не хочу ее бросать на улицу, у нее нет родных или родные не будут за ней смотреть, как я за ней ухаживаю, я хочу, чтобы она со мной жила, и эта вторая жена тоже согласна, чтобы я и за ней смотрел, я хочу, чтобы мне разрешили на ней жениться, он должен что сделать? Подписать. Сто разрешений. Я однажды был на такой свадьбе, в субботу вечером, зимой я пришел к своему тесте в Бруклине домой, мой тест говорит, вы же меня на свадьбу сейчас заберете? Там покушаем, да? Он говорит, не, не, кушайте здесь. Я сказал, не, я там буду кушать. Это была свадьба одного хасида из Боро-парка, его жена пять лет парализована, ничего не может делать, она как живой труп, она говорит, иди женись, и он взял сто разрешений, и он женился на бухарской женщине, которая была разведенная, так, они живут, где мой тест живет. Я пришел на эту свадьбу, на столе че? Ничего нету. Йосеф, обед готов? Да, я хочу, что вы кушали, я не знаю, ничего не кушается. Я пришел на эту свадьбу, и я вижу, на столе ничего нету, я голодный. Мой аман говорит, а в ход куле иди, оставлю. То я миленьку, я привык на свадьбу, чтобы было очень много вещей, а это я забыл, это ашкенадская свадьба, да еще это вторая ашкенадская свадьба, это вообще, это дабл, двойной. Я думал, что обед вон там, в другом зале, а на самом деле нет, обед здесь будет, на столе ничего нету. Через 10 минут, как мы сидим, подали соленый огурец. Я замочил этот соленый огурец, и еще что стало? Еще хуже голодный стал. Соленый огурец. Потом дали джинджерел, я попил. Через полчаса дали какой-то борщ, как помойка, борщ дали. Я поел его голодный, хлебом. И только потом дали курицу и картошку. Короче говоря, не знаю, поскольку это меню, я в этой свадьбе танцевал, танцевал. Один там был музыкант, мы танцевали, танцевали, они женились, и в конце концов они развелись. Не потому, что я голодный ушел со свадьбы, нет. Но так получилось уже. Спасибо. Я буду выступать, только вы ешьте на здоровье. Спасибо. Ешьте, пожалуйста. Йосеф, снимай чулан, дорогой. Окей. Мы продолжаем. Поэтому, господин Эдуард, запрет иметь две жены, это только относится к кому? Ашкенадзе. Но если мы живем среди них, мы должны тоже этот закон уважать, поэтому не женились. Остановите. Мы продолжаем. Меня попросили, чтобы я говорил немного насчет шаломбай. Шаломбай означает мир в семье. Сегодня это одна из самых, самых, самых больших проблем, что, слава Богу, мы живем с вами в поколении, где все есть. Все удобства, все условия, пожалуйста. Только люди все равно недовольны. Люди обиженные, печальные, что-то им мешает. Они несчастливы, потому что они в молодости думали, я буду самый счастливый на свете, я буду самый богатый. Но когда человеку исполняется 50-60 лет, он стоит как у разбитого корыта, на английском это как называется? Midlife crisis. Это когда человек мьонсал, он видит, что его мечты не осуществились, а наоборот, не только у него проблемы, еще у него и детей проблемы. Дети, наркоманы, не могут жениться, не могут выйти замуж, проблема за проблемой. Что надо делать? Вы думаете, я могу ответить, что надо делать, и все, все по-дамам идите. Есть вещи, которых очень тяжело исправить, есть вещи, которых невозможно исправить, а есть вещи, которые просто человек занимается самовнушением. Сегодня минимум два человека мне звонили, думая, я имена не говорю, что их детей колдуют, что они не могут жениться. Рабай, мою дочку колдуют, ее колдуют, она не может выйти замуж, она выходит с парнем, да, да, все хорошо, все хорошо, бум, когда уже только они хотят прополз, прополз означает предложить женитьбу или выйти замуж, что-то получается, и вдруг они разбегаются, кто-то ее колдует. Во-первых, я должен сказать, что сегодня почти никто не может колдовать. Я должен сказать, никто не может, но я говорю, почти, потому что, может быть, из миллионов людей один может колдовать, из миллиарда людей один может колдовать. вот, когда Трамп выиграл и он стал президентом, видите, они сейчас копают, что русские там что-то нахимичили, но до этого они хотели ему сделать проблемы колдовство, они наняли разных черных чародеев, разных колдунов, чтобы они колдовали, чтобы у него сердце остановилось, чтобы так, так, ничего не помогло. Колдовство сегодня никто колдовать не умеет, поэтому не надо заниматься самогнушением. Никто не колдует и не умеет колдовать, и даже Трампа хотели колдовать не один человек, а тысячи людей, сколько они нанимали всех этих колдунов, чародеев, ничего не получилось и не получится, потому что сегодня колдовство никто не умеет делать как надо, и поэтому, и тем более, если человек тщательно купается, написано в кавале, кто тщательно купается, и он всегда чистый блестит, этот человек никогда его колдовство не возьмет, поэтому не надо бояться колдовства, сегодня такое поколение, что молодежь не может жениться, или не хочет жениться, или боится, или выбор такой большой, они не знают, что делать, или они такие заняты учебой, что они даже времени не имеют встречаться, или они говорят, потом, 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 время летит, ему уже 36 лет, есть одна женщина, я не буду говорить, кто, ей сейчас 55 лет, она никогда не вышла замуж, и мы знаем, что ее никто из мужчин не трогал, а почему она не замужем, потому что когда она была молодой, ей было 18 лет, она полюбила одного мужчину, парня, и они встречались, все было хорошо, и она очень его любила, но вдруг что-то случилось, что он ее не захотел, и он ушел от нее, но она до сих пор его любит, когда у него уже скоро внуки женятся, а она до сих пор говорит, он ко мне еще вернется, он еще ко мне вернется, уверен, она его полюбила, и все, застряла на нем, она полюбила, и все, застряла, имея ввиду мыслями, поэтому ко мне обратились люди, которые говорят, есть, например, наша дочь полюбила парня, но мы родители почему-то, нам он не нравится, его родители нам не нравятся, что нам делать, это долгий разговор, она долго с ним встречается, она говорит, папа, мама, если вы не дадите мне разрешение, я с ним убегу, я все, я не знаю, или вы, или он, я выбираю его, что надо делать в этом случае, если например, родители не хотят парня, но девочка его любит, они думают, родители девочки, что они колдуют, родители этого парня колдуют, что именно она его полюбила, они говорят, они ее колдуют, чтобы она его полюбила, может быть такое или нет, что его колдует? Я вам проносил эту книгу, у меня дома две книги есть, я эти вещи не делаю, но я знаю, что есть у меня дома эти книги, как написано, что надо делать, чтобы он его полюбил, чтобы он ее полюбил и так далее, и также есть книги, что сделать, чтобы он его возненавидел, у это не колдовство, но это кошерным путем как это сделать, нееврейку, одна из Ирландии, она старше его на 6 лет, айриш. Мы ничего против айриш не имеем, мы просто говорим закон. Человек не имеет права жениться на нееврейке, какой бы она хорошей не была. И он говорит, рабай, у вас эта книга есть, что сделать, чтобы они друг друга возненавидели. Пожалуйста, я вам заплачу, сделайте так, чтобы он ее возненавидел. Я говорю, я могу это сделать, но я эти вещи не занимаюсь. И я не имею права даже вам сказать название этой книги, потому что вы будете эту книгу злоупотреблять. Но имейте в виду, что у меня дома эти книги есть. Спрятали, да? А, нет. Он у меня стоит, но вы никогда не найдете эту книгу. Почему вы ему даете эту информацию, что у вас есть? Что он должен знать, что кто Тору изучает, в Торе все, что хотите есть. Все, что хотите, все то, что сейчас ученые находят, это уже в Торе об этом давным-давно говорится. Поэтому Тора, кто изучает, он становится после Бога как второй next. Он знает очень много вещей. Бог говорит, я создал этот мир, и я знаю все то, что надо сделать. Вы должны знать, что Тора никогда против науки не идет. Наоборот, надо обязательно продвигаться, и мы никогда не пренебрегаем уважением академиков и других. Просто мы говорим, что в Торе уже написано, но мы не можем это найти, пока мы своим силами это не добьемся. Но потом увидим, о, смотри, это здесь, оказывается, это имеется в виду. Ну вот, например, когда евреи были в пустыне, Бог сказал, евреи, я вам буду давать манн. Вы будете кушать сегодня, на завтра манн не оставляйте. Бросьте все в мусор, и завтра я вам дам свежую порцию манна, а в пятницу можете взять двойную порцию, и оно не испортится. И вот среди евреев всегда есть хорошие люди и глупые люди. Там были люди, которых звали Датан и Амирам. Они взяли манн, оставили на следующий день, и что там написано? Ваярум Тораим появились черви, и он имел нехороший запах. Подождите, если у вас есть рыба испорченная, сначала запах нехороший, или черви появляются? Вы купили свежую рыбу, летом, когда 100 градусов по-американскому F, да, 40 Цельсий, вы в багажнике его закрыли, и забыли про эту рыбу. Через два дня вы открываете багажник, что там, а? Черви появились уже, белые черви. Сначала запах, или сначала червяки? Сначала мы видим, что запах чувствуем, потом, если еще останется, еще червяки потом появляются. А в Торе написано, нет, появились червяки, и потом он имел запах. И много ученых говорили, видишь, в Торе неправильно написано. Сначала в Торе написано, что черви появились, потом запах. В Торе ошибка есть. Потому что сначала мы видим, что нехороший запах, потом черви. Только когда появились микроскопы, а уже эти ученые умерли давным-давно, тысячи лет тому назад, когда мы имеем микроскоп, мы можем посмотреть, что сначала есть маленькие червяки, которые невооруженным глазом невозможно увидеть. Потом запах, и потом уже эти червяки растут, что мы теперь их можем увидеть. В Торе написано, появились червяки, и этот ман имеет потом плохой запах. Поэтому ученые говорили, видите, в Торе ошибка. А сколько раз они так говорили? А потом, когда уже, чтобы доказать, они уже умерли. Где ты им докажешь уже? Поэтому в Торе нет ошибок. Просто Тора говорит, во им реку микем. Если вы видите в Торе, что там проблема, это вы виноваты. Потому что вы Бога не можете понять, потому что вы не боги, и только через энное время мы видим, что в Торе нет ошибок. И если мы думаем, это не ошибка на самом деле. Муравра Блокай. Сегодня очень много проблем. Допустим, что родители не хотят парня, а девочка хочет. Что надо сделать? Я сказал. Никто, во-первых, не колдует никому. Никто, никому это не надо, чтобы колдовали. Я тем более, что эту семью знаю, они никогда не колдуют. Почему вы не хотите этого парня? Потому что они из города, который вам не нравится. Есть такие города, где люди стараются с ними не родняться. Ино, а вай шар, а ва шар, раз ва ураби. Поэтому, может быть, этот город вам не нравится. Второе. Потому что вы хотите, чтобы у родителей миллиарды и триллионы были в кармане. А у них не миллиарды, а из-за всего лишь миллионы. Или сотни тысячи. Они хотят, чтобы худо-анда сказал, ой, худо, я за все заплачу. Гам нахуреть? Я за все заплачу. Вы хотите такие худо? Вы хотите, чтобы вы вот так ходили. Ты видишь, какое у меня худо? С правой стороны кто худо? С левой стороны худо. Ты вот так ходишь, что у тебя худо хорошее. Но эта девочка зато несчастная. Она не хочет этого парня. Ты хочешь этим худо родняться. Вы должны сначала проверить. Вы хотите, чтобы дочка была счастлива? Или парень, или чтобы вы были счастливы? Если этот парень наркоман, от него запах, трава вот эта разносится. Или вы видите, что он очень блатной. Он с девочкой вашей встречается в ресторане. Заходит какая-то красивая девушка. Ваша дочка разговаривает. Потом на нее смотрит. Несколько секунд смотрит, смотрит. Это нехороший знак. Вот если у вас есть хорошая причина, вы должны дочке сказать, доченька, садись. Не думай, что ты толстая, что тебя никто дочка замуж не возьмет. Не думай, что ты так-так низкая, никто на тебе не женится. Почему ты этого парня полюбила? I like him. А why you like him? Почему? Вот, например, у нас есть проблема. Какая проблема? Вот у него запах, это, она шея. Он нашу курит. У него машина, смотри, какой там, что там происходит, какой машины. А по машине тоже немножко можно определить. Смотри, как он себя ходит. Понимаете? Если у вас есть хорошие причины, и вы можете дочку убедить, вы должны описать плюсы и минусы, и взвесить. А не то, что мы хотели, чтобы художник имел миллиарды и триллионы, и поэтому мы хотим, чтобы. Работай, проблема шалом байт. Шалом байт. Ко мне позвонила одна женщина, она говорит, рабай, мой сын развелся пять лет, жил с женой, и они развелись. У нас остались от свадьбы фотографии. Я хочу эти фотографии, что сделать? Выкинуть, порвать и гарпич бросить. А там фотографии моего сына. Если я моего сына пикчер порву, он из-за этого не заболеет? Хороший вопрос или нет? Тодзина, на его это может повлиять или нет? Как вы думаете? Вот другая женщина мне звонит. Она говорит, рабай, меня поздравили. Бухарин Таймс, Дружба, Надежда, все эти журналы меня поздравили с юбилеем. Мне исполнилось 60 лет, и они все меня поздравляют. Дети, родственники, а теперь газеты и журналы старые становятся. Мы их выбрасываем. В Союзе не выбрасываем, помните? Сейчас говорит, моя фотография везде в мусорке, порванная, сжигают. Я, говорит, из-за этого не умру, что моя фотография, все лицо мое порвано. Я сказал, вы знаете, президент Обама и Путин, их фотографии во всех журналах и газетах мира там есть. И эти журналы, газеты тоже люди выкидывают, рвут, жгут арабы там, иной баллонами, рвут, с вами тоже ничего не произойдет. То же самое, если, например, человек выкинет фотографии, ничего не будет. Вот здесь у меня книга называется Шевет Муса. Я ее много использовал, что она уже немножко, видите, вид не так уж красивый. Том 2. Здесь написано, да, глава 24, как женщина должна себя вести, чтобы у нее была счастливая жизнь. Но здесь женщина меньше, чем мужчин, поэтому это будет несправедливо, чтобы я сказал, женщина такая должна быть, такая должна быть. Потом мужчина скажет, фамиличку-то грабай, почему ты так себя не ведешь? И однажды у меня была кассета, это было 15-18 лет, нет, 20 лет назад я выпустил кассету, как женщина должна, и это все читал. И одна пара живет 60 лет, пара, и мужчина говорит жене, майна кошку, и хамеш бройту. И он еще хуже, вместо того, чтобы я еще внес любовь и мир в семье, еще что стало? Еще хуже, он говорит, вот какая жена, оказывается, должна быть. А я здесь застрял, сарист, где я живу. Мы должны знать, что есть такие люди, у которых жена, все то, что они говорят, хорошо, хорошо, очень и очень послушные. А есть такие мужчины, где женщина их не слушает. Кому из них повезло, этому или этому? У меня есть один родственник, ему сейчас 36 лет, я говорю, я нашел тебе девушку, она такая послушная, она такая добрая, он говорит, я не хочу послушную, почему мне скучно будет? Все точно, я скажу, хай-хай, это скучно, я хочу, чтобы она была немножко непослушная, чтобы я с ней немножко это ругал, чтобы я доказал, вот если я докажу свое, и она скажет, знаешь, вот ты прав, о, вот это мне нравится. Он именно хочет, он это назвал на английском спайсер, знаете, что спайсер, чтобы было немножко приправа, так он говорит, боже, он говорит, да ты мне скучно будет, все то, что я скажу, хорошо, 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 мне скучно такая. Мы должны знать, что... Мы должны знать, когда рождается человек, Бог пишет, на ком он женится, или за кого она выйдет замуж, но иногда человек может судьбу потерять. Если человек слишком много выбирает, он может ее потерять. Она должна быть его женой, по идее, но он создает, он ее немножко нос, немножко кривой. У нее, у ее папы дом очень маленький, маленький такой дом, это некрасиво для нас, чтобы мы на них женились куда. Вот он может из-за этого ее потерять, и все, он может потом никогда не жениться. Мазал с вами. Мы должны знать, что 450 лет назад, через 15 минут мы закончим, будет ходить, яшково, 450 лет назад был один человек, который женился на девушке, эта девушка была для него ангел, все то, что он говорил, она исполняет, она стирает, готовит вкусные блюда, и она была из богатой семьи. Ее папа умер, она принесла с собой большую кучу денег. Три месяца они прожили, и что случилось? Она умерла. И он плачет, пришел он к каббалисту, которого звали Аризаль, это было 450 лет назад. Он говорит, Рабай, почему такая участь? Я три месяца с ней жил, она как принцесса за мной ухаживала, готовила, стирала, все делала для меня. Три месяца для меня, как ганей для меня был. Почему так? Она умерла, сколько денег мне оставила? Я не знаю, что я буду. Зачем мне эти деньги? Зачем? Где она? И Рабай сказал, слушай меня внимательно. Вот эта женщина, которая была твоя жена, ты родился заново в этом мире. Как это называется, если человек заново родился? Гильгуль. Гильгуль означает, человек умер и заново родился. И мы не знаем, кем мы были в прошлой жизни. Один из миллионов знают. Они все говорят и все доказывают. Ты должен знать, что ты в прошлой жизни имел партнера по бизнесу. Вы оба открыли бизнес, и он тебя обманул, и тебя посадил в тюрьму. Ты три месяца был в тюрьме, и из-за условий в тюрьме, раньше в тюрьме был кондиционер? Нет. Печка была? Нет. Все условия были. Раньше люди в тюрьме умирали. Крысы бегали, тюрьма была на улице, дождь, холод, там решетки были, они там жили. Ты через три месяца в тюрьме умер, а твой партнер все богатство твое присвоил. И когда этот партнер твой тоже умер через 25-30 лет, Бог сказал, ты думаешь, я могу молчать то, что ты делал? Вы оба должны родиться. Ты будешь мужчиной, а этот партнер должен стать женщиной. Ты должен на ней жениться. Ты, конечно, не будешь знать, что это твой партнер, он, ты ничего не будешь знать. Три месяца ты в тюрьме был, три месяца этот человек должен за тобой ухаживать. И те деньги, которые он некошерным путем присвоил, он должен тебе это оставить. Поэтому твоя жена, это твой бывший партнер, который был у тебя в прошлой жизни, вот все то, что он своровал, эти деньги, которые он оставил, она даже об этом сама не знает, что она в прошлой жизни была мужчиной, и она была партнером твоим. Поэтому, говорит, не плачь. Вы представляете? Вот такие ситуации. У кого есть вопросы, я потом продолжу. Да, Млайахо, ваш вопрос. Не сняйтесь, говорите. Нет. Мы идем дальше. Ваш вопрос. Вы говорите, колдовство не существует. Колдовство существует, но почти, миллион раз почти, никто не может это делать. Вопрос такой, а тогда асглаз такой существует? Айнара. В Талмуде Масехад Баба Матия страница 107 написано, что кто боится, что его сглазят, его первый сглазит. Мы должны знать, что Айнара, не надо бояться, Айнара существует. Но мы должны знать, что если человек боится Айнара, то тогда его сглазят. Если он говорит молитву, Он читает специальную молитву, Айнара никогда на него не повлияет. И также красная ничка не поможет. Через компьютер невозможно сглазить человека. Я вам рассказываю, что одна женщина своей подруге показала через скайп посуду, красивую посуду. Вот говорит, смотри, какая у меня посуда. Вау, смотри, какие узорчатые здесь. Какое это. Красивая посуда показывает. Потом она компьютер выключила, Посуда что стала? Все поломался. Она говорит, чмаш гандыбды. Она меня сглазила. Через компьютер можно человека сглазить или нет? Потом я сказал этой женщине, что невозможно через компьютер человека сделать Айнара. Даже через очки невозможно Айнара сделать, потому что очки блокируют Айнара. Ваш вопрос. Вчера мы были на свадьбе, завтра у меня свадьба, четверг у меня свадьба, воскресенье, много свадеб. Айнара. Когда я говорю молодым, вы хотите, чтобы я вас венчал хупа два раза или один раз? Они говорят, что? Два раза. Зачем вам два раза? Чтобы нас не сглазили. Я говорю, вас сглазят, как только вы выйдете и сядете на этот Роллс-Ройс экстендер, сразу вас Айнароз сделают. Вчера вы видели кино, которое они поставили? Роллс-Ройс такой поднимается двери, такой длинный лимузин. Что, вы тогда Айнароз не сделаете? Уже тогда и надо на них сделать? Я сказал, да. Есть такое понятие, в книгах написано, что когда парень ей одевает кольцо в невесте, в этот момент враги могут его заколдовать, чтобы у него не было детей. Но сегодня кто может колдоваться? И поэтому, так как мы не знаем, кто наши друзья, кто наши враги, там у нас с вами 300 человек, 800 человек, 700 по-разному, поэтому люди боятся, их делают хупу два раза. Они зовут только тех, кому они доверяют. Папа, конечно, не будет колдовать, брат не будет колдовать, бабушка не будет колдовать, раба не будет колдовать. 10 человек они собирают и делают хупу скрытую. Это берет 10 минут. Читаем барахол на вино, и потом это, кольцо одевает, к тубах, все, они уже женаты. Второе, это уже для видео. Колдуны могут голову об стену биться, уже они женаты. Уже все уже. Поэтому они хупу два раза делают. Почему? Чтобы нас никто не колдовал. Но еще раз, да, я делаю хупу два раза, мы барахол второй пропускаем там, но они зря на зря время тянут, и мне, и себе. Никто не может колдовать. Это надо быть таким известным, ведь только врагов надо иметь, чтобы вас заколдовали. Поэтому не надо заниматься самовнушением. Ваш вопрос. Насчет суеверия, например. Суеверия. Суеверия, да. Есть вещи, которые на самом деле есть, есть, которые нет. Например, у русских принято, если у вас зеркало разбилось, то ждите неприятности. Вот, например, у кого-то зеркало разбилось, говорят, ой, 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 теперь что-то плохое произойдет. И однажды на поминках я встал, я говорю, люди, если у человека зеркало разбилось, будет проблема или ничего не будет? Будет, будет. Все начали говорить. Ничего не будет. Это просто. Что, там, где зеркала делают, да? Там же есть завод, который зеркала. Они берут стекло, там они ставят вот эту блестящую вещь, все, становится зеркало. Вы думаете, там, где зеркала делают завод, там они не ломаются? Все они должны там иметь несчастье? Ой, зеркало поломалось, все, кто-то умрет. Они же режут это, они ломаются тоже. Я сказал, ничего не будет. И как-то, я сказал, перерыв, кушайте на здоровье. Как только я объявил перерыв, ко мне женщина подошла. Рабаев, вы не правы, а? У меня зеркало разбилось. Потом мой муж через 2, через 2 часа умер, через 2 дня умер. Мой домот аварию сделал. Моя дочка ногу поломала. Я сама чуть слепая не стала. Я сказал, это просто совпадение. Это совсем не связано с зеркалом. Это называется суеверие. Что человек верит, что черная кошка прошла и говорит, стоп, останови машину. Подожди, надо, чтобы тот другой проехал. Черная кошка прошла, нам не повезет. А белая кошка, быстро нажимай на педаль, чтобы быстро проехать, белая кошка пробежет. Так, вы что-то обсуждаете, я буду рад вас послушать, и мы закончим. Any questions? Я рад вас послушать. Если у вас есть замечания. Я сказал, мысль это семя. Я буду рад. Мысль, мысль, да, конечно. Это семя. Вы подумали, это семя, и вы думаете, это семя может зайти. То, что вы сказали, что вы уже сам себе. В Кабале написано, мысли наши влияют на большие миры. Да, следующий вопрос. Вы знаете, самое главное, шалом байет. Я надеюсь, что моя жена не послушает, хотя она знает это. If you want шалом байет, you have to buy it. Если вы хотите шалом байет, в английском buy it означает купи его. Большинство проблем в семье это что? Это деньги. И даже если это не деньги, это внимание. Много раз мы хотим, чтобы жена боялась или слушалась. Но это очень, это, это, шалом байет, надо это часами и часами учиться. Нет такого правила для всех. Вот люди меня спрашивают, рабай, они друг к другу подходят или нет? Я говорю, я не знаю, я с ними не жил. Люди меня используют, чтобы для референс. Вы этого парня знаете, да? А какой он парень? Я говорю, я у него дома не жил. Вот, например, он учится. Стол никогда не скажет, гарбич выкинет. Стол никогда не скажет, ребенка забери, зубы надо там лечить. А жена скажет, жена будет на него кричать. Пока человек не женится и не выйдет замуж, это все как лотерейный билет. Человек может быть с ним хорошо, с ним хорошо, а вот с ней он не может найти общий язык. Человек может со всеми быть хорошим, но с этим человеком они встречались хорошо, они были хорошие актеры, он двери открывает, он вещи покупает, да, чтобы кураж будчего, чтобы она ему хай сказала. Как уже они поженились, давай быстро уходи, время нет тут. Сама дверь открыл, а ты как в детстве все джентльменство твои двери открывал, такой бы добрый, не, он же сейчас уже показывает, кто он по-настоящему. Все то, что до свадьбы было, это все, что было, это все ненужная показуха, чтобы она ему хай сказала, чтобы, как говорится, ого, лойка да, ми я доробат уже, он уже показывает, кто он и что. Рабай, вот вы сказали, что запрет нам на дожонство был, для русских евреев, ашканас. Да. Этим самым вы бухарским разрешаете маказон. Мы должны знать, что у еминских евреев, как, например, большой Рабай Бабасали, у него были две жены. Мы, честно говоря, не одобряем, у кого две жены. Не одобряем. Вот, понимаете? Это надо иметь очень особую причину, почему человек хочет иметь две жены. Нормальный человек должен иметь одну жену. И большинство женщин не хотят, чтобы у человека были две жены. Вот я проводил поминки одной женщины, она умерла 43 года назад. Ее звали Истам, и ее мама родила 19 детей. 19. Из них 17 умерли, двое осталось, две девочки. Одну звали Шева, другую звали Истам, которая умерла 43 года назад. ее дети делают тяжело. Теперь ее папа, он был очень уважаемый и известный человек. Жена говорит, дорогой мой муж, я, говорит, уже не могу, я родила 19 детей, 17 умерли грудного возраста. Ты должен иметь сына, ты должен жениться на второй, и я буду их тоже растить. И она ему дала разрешение, чтобы он женился, и он пошел и еще родились двое детей, мальчик и девочка. Понимаете? И не надо ему было 100 разрешений иметь, потому что запрет Рабину Гершома не пошел в Узбекистан, только пошел в Францию, Германию, Польшу и так далее. Если у человека есть хорошая причина, почему он хочет иметь две жены, тогда он имеет право иметь две жены. Но если ему просто скучно, не с этой, то с этой буду проводить время. Этот человек, люди на него будут косо смотреть, они будут улыбаться, а в сердце скажут, что он нехалявший человек. Понимаете? Поэтому по ситуациям мы должны знать, почему он хочет иметь две жены. Что вы хотите? Да. Рабину Гершом Маора Гула он запретил на 500 лет и обратно это обновили. Они сказали, мы видим, что это полезная вещь для общины и они это обновили. Так как мы живем среди Ашкин назад, Тора говорит, ты должен уважать обычное место, где ты живешь. Поэтому мы тоже как бы не одобряем, чтобы человек имел две жены. Сегодняшний дебюре Турнал был Лейну Нишмат, Рахмакадабо, Шамуром Монашей, Демикра Миша, Пенхасов, Бен Мурад Бурхо, который скончался. Семь лет тому назад ему было девяносто, чтение ему было, уже пошел бы сто первый год. Дай Бог, чтобы совершилось чудо, чтобы Сет Лиза выздоровела. Хотя мы все знаем, что навряд ли это произойдет. Мы желаем Сет Лизе, чтобы она не мучилась. И так же госпожа Маргарита, которая возле мамы. Большое спасибо, что вы за маму ухаживаете. Я был в больнице в воскресенье. Дай Бог, чтобы вы встречались с вами в радостной дне. Спасибо.